Уходящий 2021 год выдался урожайным на различного рода события. Причем касались они культурной, спортивной, общественной жизни Верхневолжья. О героях, успехах, маленьких и больших победах расскажем далее. В 2021 году на территории Тверской области была развернута одна из самых масштабных компаний по ремонту дорог. В рамках национального проекта приводились порядок дороги во всех районах Твери. В общей сложности было отремонтировано около 70 километров проезжей части. На протяжении всего хода работ объекты принимались специальными комиссиями. Регулярно на подобные приемки выезжала и съемочная группа нашего телеканала. А уже осенью все недочеты, выявленные в ходе приемок, были вынесены на обсуждение в ходе совместных заседаний комиссии общественной палаты города Твери. Участники встречи отмечали высокий уровень проведенных ремонтных работ. Впрочем, без замечаний не обошлось. На громадную бочку меда одна-две ложки дегтя у нас вот находится. Восстанавливались в этом году не только дороги, но и историческая память. Образ истина русского человека стремился подчеркнуть в своей работе автор памятника Андрею Дементьеву скульптор Андрей Кровальчук. Как признался мастер, главную задачу, которую он ставил перед собой, раскрыть образ Андрея Дементьева, которого, к слову, скульптор знал очень хорошо. Он снял пиджак, небрежно его держат, немножко развиваются волосы, он облокотился на ствол ивы. Впрочем, есть свои герои и у нынешнего поколения. В сентябре наш телеканал рассказал историю Виталия Кровчука из Колталова, что под Тверью. Рискуя собственной жизнью, он спас тонущего в местном пруду маленького мальчика. За свои действия Виталий был награжден наградой Следственного управления Следственного комитета по Тверской области. Также юноша был удостоен медали президента России за спасение погибавших. Усокую награду Виталий получил из рук губернатора Игоря Рудени. Поступок Виталия любой назовет героическим, однако сам мальчик против таких громких слов в свой адрес. Не считай, все пикеры. Минувший 2021 год вообще оказался богат на героические истории. Чего стоит поступок жителя Твери, который в 35-ти градусную жару в июле этого года решился установить кондиционеры в красной зоне Тверского инфекционного госпиталя. Дмитрий, так зовут этого человека, падал в обморок, его реанимировали, ему восстанавливали давление. Но, несмотря на все это, работа была закончена. И каково же было удивление и шок руководства больницы, когда за проделанную работу специалист не взял ни копейки. Благодарна за его гражданскую позицию, за понимание, за то, что он не отказал. Ковалась слава Тверской области и на спортивных аренах. На Олимпийских играх в Токио Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области Олимпийскую награду в академической гребле. Всего доли секунды не хватило до Олимпийской бронзы Александру Сергееву и Артему Кузахметову, которые выступили в составе байдарки-четверки на дистанции в 500 метров. А вот футбольный клуб «Тверь» свои бронзовые медали сумел завоевать по итогам сезона 2020-2021 в профессиональной футбольной лиге. Хочу поблагодарить президента клуба, Мамука Джоева, Вадима Гаранина. У нас уверенное третье место. Однако к новым победам в 2022 году футбольный клуб «Тверь» будет вести уже другой наставник. За несколько дней до Нового года стало известно, что Вадим Гаранин покинул Тверской коллектив. Пожелаем ему и всем тем, кто был причастен к успехам Верхней Волжья новых побед в новом году.